МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире обзор прессы. Вместе с вами мы посмотрим, о чем писали газеты Республики на этой неделе. Вопросы безопасности обсуждали в Чебоксарах участники выездного совещания Совета Безопасности России. Его провел секретарь совбеза страны Николай Патрушев совместно с полпредом президента России в Приволжском округе Михаилом Бабичем. Газета «Советская Чувашия» пишет, что наряду с информационной безопасностью речь шла о безопасности экологической. Серьезную обеспокоенность вызывают проблемы экологической безопасности. Одна из первостепенных задач – освободить города и районы от накопившихся опасных отходов, от несанкционированных свалок, отдавая предпочтение современным полигонам по их переработке с последующим использованием в виде вторичного сырья для промышленного производства. Тему экологической безопасности развивает газета «Про город». В Чувашии продолжается активное обсуждение идеи о переброске оборудования обанкротившегося Волгоградского химического завода в Новочебоксарск. Напомним, сделать это предложил депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Идея состояла в том, чтобы на старом оборудовании из Волгограда организовать новые производства на Новочебоксарском химпроме. Против этой идеи резко выступили экологи и химики Чувашии. По их мнению, это невыгодно ни с экономической, ни с производственной точки зрения. А главное, влечет за собой угрозу экологии всей республики. «Я категорически против передислоцирования, поскольку дополнительный перевоз химических отходов из Волгограда только усугубит экологическое состояние всей Чувашии», цитирует газета регионального лидера партии «Зеленых» Виктора Ласса. «Химики и вовсе считают озвученную идею популисткой и рассказывают, чем опасны пришедшие в негодность химические элементы. Вся хлорорганика опасна тем, что все приводит при горении к получению диоксиновых соединений. Вы знаете, что такое диоксин? Это самые опасные вещества на Земле. Диоксины в 67 тысяч раз токсичнее, чем цианистый калий», говорит доктор химических наук Олег Насакин. О начале формирования предвыборной программы заявили чувашские единороссы. Об этом сообщает газета «Чебоксарские новости». Мы даем старт новой программе «Чувашия – регион комфортного проживания». И нам важно определить приоритеты, узнать, какие проблемы предстоит решать в первую очередь. «Мы готовы общаться с населением, проводить круглые столы, чтобы услышать мнение жителей Чувашии. Это нужно для того, чтобы наши действия и планы в наибольшей степени соответствовали запросам и чаяниям жителей республики», рассказал секретарь регионального отделения партии Николай Малов. Глава города Чебоксара Леонид Черкесов отметил, что практика сбора наказов избирателей себя оправдала. В прошлом году от чебоксарцев было получено 1260 наказов. «Мы их рассмотрели, структурировали, малозатратные выполнили до сентября, более затратные сделали, когда кандидаты стали депутатами, с сентября по январь», – сказал он. Выполнение наказов, требующих большого вложения средств, запланировано на 2016 год. Еще более 150 значимых поручений взяты на контроль. При формировании программы «Чувашия – регион комфортного проживания» будут проходить и встречи во дворах, и тематические форумы, и обсуждения в экспертных кругах. Жители Новочваксарска стали участниками международной факельной эстафеты «Бег мира-2016». С момента создания эстафеты в 1987 году в ней приняли участие более 6 миллионов человек по всему миру. В этом году участники российского этапа преодолеют около 19 тысяч километров, а 16 июня участником проекта стал Новочваксарск. Газета «Грани» передает с места событий. Бегуны отправились по мосту через Чебоксарскую ГЭС, по Ельниковской роще сделали остановку около детского дворца творчества, где пообщались со школьниками, и по улице Советской побежали дальше в Чебоксары. Жару и дожди на ближайшие выходные, обещает жителям «Чувашия» газета «МК» в Чебоксарах. Днем до плюс 32, ночью до плюс 19 и даже небольшие дожди не должны испортить наконец-то пришедшие к нам по-настоящему июньской погоды. Хороших вам выходных. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин